Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. На продаже появился новый набор, который мы обязательно сейчас заценим и попытаемся заценить бегло некоторые машины. Ну а одну из них выкатим из ангара. На остальные две, ребят, сделаю отдельное видео, которое появится на канале в ближайшее время. Итак, за 8000 золота вам предлагают вот такой вот наборчик опасное трио. Насколько оно опасное, здесь вопрос очень большой, потому что некоторые машины опасными считать очень сложно. Что касается самого набора, за 8000 три тачки пятой, шестой, седьмой уровней, восьмерок нет. Есть открытое все оборудование, есть X5 на каждую из этих машин и в принципе на этом все. Ну потому что вот этот вот аватар я ценностью вообще никакой не считаю. Что касается покупки по отдельности, вы можете взять себе отдельно только самого стейра. Эта машина действительно годная, действительно интересная. Стоит ли она 5000 золота, здесь уже вопрос к вашему карману, потому что за пятерку-то можно в принципе взять себе порой и восьмерку по скидке. Да, пускай не супер годную, но все же это будет восьмой уровень, а не седьмой. Что касается вот этих двух машин, по отдельности взять вы их не можете, вы можете взять их только комплектом и за тигра и за крупа 38D вам придется отдать 3,5 косаря в голом их состоянии. Давайте будем говорить так, что касается тигра 131, его в свое время продавали и очень часто выставляют на продажу за 2000 золота. Что касается крупа, та же самая цена, тоже 2 косаря голды, последняя которая была и таким образом получается, что если бы вы брали данные машины по отдельности или если вы будете их брать по отдельности, то вы заплатите 4000 золота, ребят, а не 3,5. Но всегда и к тигру и крупу идет что-то в наборе, открытое все оборудование, дополнительные какие-то там x5 или дни према, короче говоря, есть что-то в виде плюшек. Здесь же под условной выгодой в 500 голды, которые вы типа сэкономили, вы очень много недополучаете, поэтому сказать, что данный конкретно набор выгодный, я к сожалению не могу. Положили бы туда чего-то, тогда был бы совсем другой разговор. Что касается стейра, стейр тоже в абсолютно голом состоянии, 5000 для него ценник завышенный. Его реальная стоимость где-то тысячи, ну пускай 4 в голом состоянии, а за 5 я хотел бы здесь все-таки видеть его легендарный внешний вид, я хотел бы здесь видеть дополнительные плюшки в виде открытого оборудования, я хотел бы видеть здесь x5, хотя бы пускай даже на данную тачку, короче говоря, хоть что-нибудь. Что касается набора, да, безусловно, в составе набора получается выгоднее, чем если сейчас покупать их по отдельности, но это в принципе элементарная математика, но а в целом сам набор, ну я бы не сказал, что он заинтересует большое количество игроков, все-таки когда 3 машины идет в наборе, то определиться гораздо сложнее. С двумя тачками сложно определиться, покупать ли их набором, какая больше зайдет, а надо ли мне 2, ну а когда 3, то здесь уже совсем глаза разбегаются. Короче говоря, ребят, по ценникам моя позиция приблизительно такая, что же касается самих машин. Абсолютно честные обзоры на данные тачки на канале уже есть, я добавлю обязательно ссылки в описании, плюс к тому свежие обзоры на Tigra 31 и на Krupa 38D выйдут на канале буквально через полчаса-час после вот этого видео. Ну а сейчас мы возьмем с вами Steyra VT и выкатим его из ангара для того, чтобы посмотреть, что это за тачка, ну как минимум, как самого старшего, а как максимум, по моему скромному мнению, самая интересная машина в данном наборе. Что касается орудия, орудия очень приятные, очень классные, 2,5 секунды перезарядки. Да, ребят, это барабан на 3 снаряда, полное время перезарядки магазина очень приятное, меньше 13 секунд, хорошее время сведения, добротный, качественный разброс, урон в минуту на своем 7 уровне очень неплохой и вполне реализуем, главное, чтобы были засветы. Дело в том, что машина броней абсолютно не обладает, ну и, соответственно, ею необходимо отыгрывать где-нибудь очень-очень далеко от ваших соперников, ну и, соответственно, играть в такую себе кустарную ПТ. Вот в такой вот формате машина действительно очень качественно себя показывает. Что касается среднего урона, то 220 единиц, с учетом того, что у вас 3 снаряда в магазине, то получается 660 среднего урона, при том, что сам круп, ребят, весит 1060. По-моему, довольно неплохо, вы сносите больше, чем половину лица вашего среднестатистического соперника. Угол ослабления орудия вниз минус 7 и отыгрывается вполне себе даже комфортно и приятно. Почему его многие хаят? Почему многие авторы других каналов говорят по поводу того, что СТРВТ это не сильно интересная машина? В первую очередь, исходя из уровня, на котором она находится. Она на седьмом уровне, понятное дело, что против восьмерок, огромного количества восьмерок, сложно ей сопротивляться. Но на своем левеле она действительно приятная. И рассматривают огромное количество авторов каналов данную машину через стандартную призму ее доходности, ее целесообразности для вашей статистики. Я же рассматриваю СТР как машину для получения удовлетворения от игрового процесса. И в этом действительно СТР хорош. Что хочется отметить, от себя лично, если бы, и я очень сильно хотел бы, чтобы так произошло, разработчики придумали вот точно такую же ПТ-ху, только для восьмого уровня, я бы с удовольствием приобрел ее себе даже по каким-то завышенным ценникам. Если она играется на восьмом уровне, так же, как СТР на своем седьмом. Дело в том, что машина это кладец для любителей ПТ. Для тех ребят, которые любят попытешить на дальних расстояниях, которые любят часто стрелять. Короче говоря, для всех тех, кто понимает, что такая настоящая ПТ-шка в нашей с вами игре. Ну что, не получилось у нас попытешить, враги столпились таким образом, что не получилось занять какую-то игровую позицию где-то вдалеке. Но давайте попытаемся реализовать наш барабан. Так. Очень бодрая перезарядка снарядов в магазине и очень бодрая перезарядка самого магазина в целом. Ты недолго стоишь где-нибудь, это не 20 секунд, как на восьмом левеле на многих барабанных машинах. Я бы сказал, что отыгрывается очень комфортно, очень приятно. Плюс к тому, у тебя есть возможность вот так вот ездить и абсолютно спокойно добирать одного за другим, даже не замечая, как перезарядились снаряды внутри магазина. Очень приятная машинка и мне лично заходит. Я приобрел себе данную тачку на новогоднем аукционе и был очень сильно удивлен тому, насколько машина хороша. Смотрел огромное количество видео, как и многие из вас в ютюбе, смотрел обзоры, пытался понять, а стоит ли тратить свою голду. И вот послушав всех тех ребят, которых я смотрел, я был больше чем уверен в том, что машина никудышняя и абсолютно ничего не стоящая. Все-таки переборов себя, плюнув на их мнение и попытавшись самостоятельно заценить данную тачку, я понял, что машина очень стоящая и я абсолютно не разделяю мнение преобладающего большинства, которые высказывали свое мнение в своих обзорах. Не знаю, может у меня подход к игре совсем другой, может мои предпочтения немножко иные, может мне от игры необходимо что-то большее, чем просто набивание какой-то там статистики, держание среднего урона и так далее. Но, ребят, у каждого свои предпочтения в игре и все-таки стоит смотреть разного вида обзоры и стоит для себя лично принять решение, зачем вам нужна та или иная тачка в этой игре. А вот-то потом уже, когда вы принимаете решение, зачем вам нужен танк, вот тогда, ребят, вы должны принимать решение, чьи обзоры вам смотреть. Вот такой вот он стейр. Да, пускай он не будет мега имбой в ваших руках, но то, что вы будете получать удовольствие от него, это однозначно. Своё видео я всегда снимаю с одного дубля и сейчас абсолютно легко сделал 5 фрагов, нанес, пускай не сильно много, но 2100 урона, при этом получил знак классности второй степени. Это говорит о том, ребят, что на машину есть хорошо поднятая планка и это значит, что эта машина может эту планку достичь. Что касается нашей результативности по команде, то наше гордое первое место обязательно сейчас, как обычно, похвалим лучших ребят из обоих команд, просто потому что я люблю проявлять уважение как к своим союзникам, так и к своим соперникам, вне зависимости от того, мои соперники победили меня или нет. Вот такой вот он стейр. Что касается двух других машин, то видео абсолютно честное на канале появится буквально через полчаса-час после выхода данного видоса. Я побежал снимать специально для вас, ну а вы принимайте решение, стоит ли вам подписаться на мой канал. Мне почему-то кажется, что среди вас есть те люди, которые разделяют мои взгляды в отношении данной великолепной игры. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.